мама хотела меня совершенно другую сторону направить в сторону юриспруденции медицины паритехнический университет потом у меня была военная попытка поступления две попытки вот ну мне всегда очень хотелось очень хотелось быть связанным вот со сферой деятельности культура спорт и когда закончил я надо было определяться определяться что делать и вот тот момент это желание реализоваться как тренеру как руководителю сыграла большую роль была аренда аренда небольшого фитнес-клуба в течение полугода после этого я нашел другой фитнес-клуб и вот наверно с того момента пошло развитие хотелось развиваться как руководителю в данный момент я работаю один три клуба название сеть и ст джим вообще ст скажу почему ст все спрашивают да там аббревиатура из двух букв сибирская трансформация есть ст-тим команда моя команда спортсменов секцию фитнес-бикини одну вторую секцию пляжников моих спортсменов ну если посчитать наверное это больше 50 человек ст сибирская трансформация проект успешный проект который уже идет в франшизе и вот на старте в этот раз было уже больше трех ста участников проект которым я горжусь потому что это проект которых аналогов в россии больше нет все мои проекты это только исходя из интереса вот финансовые моменты вот наверно ни разу не стояли на первом месте секция красочников подчас появилась мама одного из ребят написала полтора года мне назад а вот можно что мой сын участвовал какого никто не делает нигде я не знаю это был такой громадный отклик я не знаю как это правильно сказать социальный отклик плакали люди по-русски до сидели да я даже скажу больше я сам стоял сзади у меня вот так скатилась когда вот рома сказал одну фразу которую потом многие повторяли он говорит я тренируюсь для того чтобы ходить чтобы встать и пойти и вот вот тот момент когда я понял что да мы ребята конечно все красивые накаченные да но мы это делаем давайте прямо говори да в той или иной степени и теша свою эго вот та ситуация когда закрыли зал и у нас всегда хорошо оплачивает зарплата во время всегда аренда выплачена первым делом вот и у нас конечно же все наши арендатели пошли навстречу кто-то вообще аренду убрал кто-то стоял там засвет я работал онлайн да я получал меньше конечно же то есть но семью не было на что содержать момент выхода выхода из так скажем когда нас открыли то есть как говорят откройте клубы мы все пойдем ничего подобного в бардауле в конце августа если не ошибаюсь середине да то есть и у нас народ пошел только в октябре ноябре то есть эти вот открытые что мы в августе у нас большом отсчета пошла аренда и вот в этот момент мы поняли что аренда пошла а люди не пошли жизнь жизни тут другого слова нет доброй жизнью я возможно же пытался уйти в сторону от всего этого поступал в военное училище но все равно меня в спорт клинику пошел меня все равно в спорт потом работал массажистом зал появился я хотел быть тренером хотел делать то что я делаю и его всегда получалось а а а а